Теракт чуть было не разорил крупные страховые компании, услугами которых пользовались арендаторы Всемирного торгового центра. Убытки страховщиков составили около 40 миллиардов долларов. Их акции одномоментно упали в цене на 7-8%. Американский фондовый рынок закрыли аж на 4 дня. В последний раз такое было во время Великой депрессии. Сильно просел и доллар по отношению к главным мировым валютам. Цены на золото взлетели почти на 30%. Но некоторое время повысились цены на нефть и газ. Теперь о долгосрочных последствиях этой трагедии. В первую очередь надо сказать о том, что рецессия, которую и так наблюдали в мировой экономике, в целом и в американской в частности усилилась в конце 2001 года. Ожидался рост на 2 с лишним процента. Экономика просела в результате на 1%. В результате атак Нью-Йорк лишился почти полумиллиона рабочих мест. Уровень безработицы через 3 месяца после терактов достиг 6%. Экономические проблемы США скопились не только внутри, но и давили извне. Страна вступила в затяжной долговой кризис. Сейчас внешний долг Америки составляет 18 триллионов долларов. Такую сумму вообще даже тяжело себе представить. Отчасти к его неудержимому росту приложили руку именно террористы. Сейчас объясню вам почему. После терактов 11 сентября было решено увеличить расходы национальной безопасности, оборону и борьбу с террором. Все это по самым только скромным подсчетам прибавило к внешнему долгу США почти 2 триллиона долларов. Сюда относится и тотальная слежка населением, то есть программа Агентства национальной безопасности, и вся эта сноудинская тема с прослушкой. Ну и конечно военные операции США за рубежом. А это я напомню Афганистан в 2001, Ирак в 2003, новая волна афганского конфликта в 2009, ну и наконец Сирия в 2014. Расходы на оборону США повышают из года в год, что тоже долговое время, конечно, не облегчает и полномерно увеличивает.